Яков Исидорович Перельман Занимательная арифметика Одно из утешных действий Магнитского Предлагаю читателю раскрыть также секрет следующего незамысловатого фокуса, который был описан еще в арифметике Магнитского в главе об утешных неких действиях через арифметику употребляемых. Хоть кто-либо задумает какое-нибудь число, относящееся к деньгам, к дням, к часам или к какой-либо иной числимой вещи. Остановимся на примере перстня, надетого на второй сустав мизинца, то есть пятого пальца, четвертого из восьми человек. Когда в это общество является отгазчик, его спрашивают, у кого из восьми человек обозначенных номерами от одного до восьми, на каком пальце и на каком суставе находится перстень. Он же речи. Кто-либо из вас умножи оного, который взял через два, и к тому приложи пять, потом паки, снова умножи через пять, также приложи перст, на нем же есть перстень, то есть к полученному прибавь номер пальца с перстнем, а потом умножи через десять, и приложи сустав, на нем же перстень взложен, и от сих произведенное число скажи им, по нему же искомое получише. Они же твориша поступили. Яко же повелеем, умножах у четвертого человека, который взял перстень и прочая вся, я же велеша им, яко же явлено есть. Смотреть выкладки. Из всего собрания пришло ему число семьсот два, из него же он вычитал двести пятьдесят, осталось четыреста пятьдесят два, то есть четвертый человек, пятый палец, второй сустав. Не надо удивляться, что этот арифметический фокус был известен еще двести лет назад. Задачи совершенно подобного же рода я нашел в одном из первых сборников математических развлечений именно у Башида Мазериака, в его книге «Занимательные приятные числовые задачи», вышедшей в 1612 году. Примечания автора. Клод Гаспар Баше, сэр де Мизерьяк. Годы жизни 1581-1632. Французский математик, поэт, лимфист, переводчик, один из первых членов Французской академии. Конец примечания. А туда она попала. Из сочинений Леонардо Пизана, 1202 год. Примечания автора. Леонардо Пизанский, 1170-1250 год рождения, первый крупный математик средневековой Европы, наиболее известен под прозвищем Фибоначчи. Конец примечания. Нужно вообще заметить, что большая часть математических игр, головоломок и развлечений, которые в ходу в настоящее время, очень древнего происхождения. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok